Всем привет! Здесь я хочу рассмотреть возможность создания беспроводного принтера из обычного с печатью по сети. Для этого воспользуюсь мини-компьютером Orange Pi PC с простенькой системой охлаждения, microSD картой памяти на 32 гигабайта, источником питания на 5 вольт 2 ампера и USB Wi-Fi модуля. Принтер, который я буду использовать, это старенький лазерный HP 1018. Все подготовив, с помощью программы Edge следует записать на карту памяти ISO образ системы Ambient, скачанный ранее с официального сайта. Затем в программе указываю путь, где он располагается и куда его следует инсталлировать. По завершении записи, что занимает некоторое время, извлекаю карту из компьютера с развернутой на ней системой и устанавливаю ее в апельсинку, которую в свою очередь запитывают источника. Потом подключаю один конец лан-кабеля в мини-пк, а противоположный в роутер. На компьютере, находящемся в этой же локальной сети, что и Orange Pi, с помощью текущей программы запускаю сканирование своей локалки. Из определенных хостов, в моем случае, IP-адрес апельсинки данный, у которого в поле «Производитель» ничего не указано. С помощью программы PuTTY подключаюсь по протоколу SSH к плате, прописав 192.168.1.52 в строке «Host name» и затем нажимаю Enter. В появившемся окне кликаю по клавише «Да». При успешном соединении должно появиться такое окно, где следует ввести логин root, а пароль от 1 до 4. После авторизации нужно будет выполнить стандартные настройки, которые ранее я подробно показывал. Их можно посмотреть, перейдя по подсказке. Далее рекомендую выполнить пару команд. Сначала apt-get update, который обновляет информацию по репозиториям о новейших версиях пакетов. Затем с помощью apt-get upgrade установить последние версии пакетов, находящихся в системе. С помощью утилиты для настройки служб и установки приложений Ambient Config, где перейдя в Software, затем в софте, из имеющихся репозиториев, попробуем установить сервер печати CAPS. Переместившись к нему, выбираю путем нажатия на пробел. С помощью Tab, перейдя к клавише Install, запускаю установку. По ее завершении, выхожу из псевдографического режима посредством клавиши Escape. В командной строке, прописав ls.probel.etc, можно видеть каталог сервера печати. Перейдя в него с помощью указанной команды, к сожалению, традиционных конфигурационных файлов я не обнаружил. Сочетанием клавиш Ctrl плюс L очищаю экран и с помощью apt-get install CAPS инициирую установку сервера печати. При последующем запросе подтверждаю операцию. По окончании процесса развертывания, перейдя в каталог CAPS и запустив ls, теперь можно видеть конфигурационные файлы. Прежде чем перейти к настройке, рекомендую сделать резервную копию планируемого к модификации файла, как представлено здесь. Воспользовавшись консольным текстовым редактором Nano, открываю файл caps.d.conf. Здесь я меняю localhost на IP-адрес апельсинки. Опцию обнаружения сетевых расшаренных принтеров выключаю, а следующую строчку комментирую. Что касается блоков ограничения к серверу, админской страницы и конфигурационным файлам, на начальном этапе настройки открываю доступ из локальной сети. В дальнейшем можно произвести более жесткие ограничения. Затем сочетанием клавиш Ctrl плюс X с последующим нажатием Y выхожу из редактора, сохранив изменения, и перезапускаю сервис caps в интерпретаторе команд. На компьютере, работающем на Windows 10, из этой же локальной сети, что и OrangePy, запускаю браузер и прописываю на нем адрес мини-пк, указав через двоеточие порт 631, затем slash admin. В результате удалось зайти в веб-интерфейс сервера печати, где представлена возможность по его администрированию, добавлению и управлению принтеров. К апельсинке с помощью USB кабеля подключаю принтер. Вернувшись обратно к пути и введя команду LSUSB, проверяю отображается ли она в системе. Как видим, он здесь есть. Но так как мне посчастливилось использовать принтак HP LaserJet 1018, то как выяснилось, для него в стандартном наборе caps драйверов нет. Поэтому попробую их установить, воспользовавшись указанной командой. По завершении ее работы запускаю следующую, в которой интуитивно понятно указываю требуемые для меня опции. Установив дрова, на всякий случай перезапускаю сервер печати. Перейдя обратно в браузер к веб-интерфейсу Caps обновляю страницу и нажимаю добавить принтер. Здесь через несколько секунд появляется окно авторизации. И так как я не создал пользователей для сетевой службы, что в дальнейшем рекомендую сделать с целью безопасности, ввожу здесь логин и пароль от учетной записи root. На следующем этапе из подключенных принтеров к апельсинки выбираю данный, в имени которого имеется упоминание USB и нажимаю продолжить. Тут можно поменять название, описание и расположение. Но главное нужно поставить галочку у поля разрешить совместный доступ. Далее из представленного многообразия драйверов следует выбрать определенный для своего принтака. Я указываю данные и кликаю по клавише добавить принтер. Параметры печати устанавливаю стандартные для листа А4. Сохранив произведенные настройки и переместившись в пункт меню принтера, я заметил, что в строке драйвер почему-то написана цветная двухсторонняя печать. В текущем разделе имеется ряд возможностей по управлению печатающего агрегата. Теперь попробуем подключить принтер по сети все к тому же удаленному компьютеру. Из адресной строки браузера копирую путь и перехожу в пуск, далее параметры, затем устройство и в левой части меню выбираю принтеры и сканеры. Здесь нажимаю добавить принтер или сканер, чуть ниже кликаю по появившейся надписи. В окне установки принтера указываю выбрать общий и вставляю из буфера обмена скопированный из браузера адрес. Только здесь корректирую протокол https на http и нажимаю далее. В мастере установки указываю драйвер для своего hp принтера. По завершению нажимаю готово. Подключив таким образом сетевой принтер попробуем на нем распечатать. Для этого снова перехожу в пуск и запускаю word. Написав здесь тест, сочетанием клавиш ctrl плюс p вызываю окно печати. Выбираю только что настроенный сетевой принтер и инициализирую печать. Подождав некоторое время принтер ничего не распечатал. Полагаю, что проблема вызвана драйвером. Поэтому попробую установить на пельсинку дрова от проекта Fumatic, скачав их воспользовавшись приведенной командой. Так как я загрузил архив в каталог сервера печати, переношу его в root и сам перемещаюсь туда. Чтобы распаковать ввожу tar пробел zxf и указываю имя архива. Потом перемещаюсь в распакованный каталог. Написав make запускаю компиляцию, которая сразу же прервалась ошибкой, где в качестве подсказки сообщается о необходимости установки одного из указанных пакетов. Скопировав приведенную команду запускаю ее выполнение. Теперь попробую снова запустить компиляцию. В этот раз все успешно заработало. Окончив запускаю получение файлов из интернета для своего принтера и устанавливаю драйвера с дополнительными файлами. Вместе с этим выполняю еще парочку приведенных команд. Выполнив установку дровишек, в очередной раз возвращаюсь к веб-интерфейсу CAPS. Тут из выпадающего списка выбираю изменить принтер. На следующем этапе задействую данные и нажимаю продолжить. Здесь ставлю галочку в строке «Совместный доступ». Перейдя к следующему пункту, можно видеть, в отличие от первой установки драйверов, новые от проектов у MATIC. Оставляю первый из имеющихся вариантов и кликаю по кнопке «Добавить принтер». Здесь указываю разрешение качества печати и формат листа, завершив в очередной раз настройку принтеров CAPS. Что касается изменения конфигурации печати в Windows, то в моем случае путь к HP остался тем же, и поэтому ее менять не придется. Перехожу в пуск и запускаю Word. Набираю тест, потом зайдя в пункт печати, собственно стартую ее. На этот раз, спустя несколько секунд ожидания, принтер заработал и распечатал информацию, как это можем здесь видеть. Теперь принтак работает как сетевой по LAN кабелю, и чтобы он начал функционировать по Wi-Fi, я воспользуюсь данным USB модулем. Устанавливаю его в Orange Pi и в настройках одноплатника, введя LS-USB, можем видеть беспроводной адаптер. Написав название утилиты Ambien Config, в запустившемся псевдографическом режиме перехожу в Network, где выбираю беспроводную сеть. Из имеющихся Wi-Fi точек выбираю свою и ввожу пароль для подключения к сети. Выполнив настройку, возвращаюсь обратно и перехожу в пункт IP. Тут выбираю беспроводной адаптер. Далее перехожу к созданию статического адреса. По умолчанию у меня указан данный. При необходимости его можно поменять. Я его оставляю и сохраняю указанные настройки, после чего выхожу из утилиты Ambien Config. Введя и в конфиг, отображается информация о работающем сейчас проводном и беспроводном сетевом интерфейсе. На одноплатнике отключаю сетевой кабель, оставив только беспроводной адаптер, после чего закрываю PuTTY, связь в котором была установлена по Ethernet. И запустив его, вновь прописываю адрес Wi-Fi адаптера. Подключившись и авторизовавшись в системе Ambien, с помощью текстового редактора открываю конфигурационный файл CAPS. Здесь меняю айпишник на адрес беспроводной сетевушки. Произведя небольшое изменение, выхожу с сохранением, нажав сочетание клавиш Ctrl плюс X, а затем Y. Перезапустив службу CAPS и вернувшись в браузер, в адресной строке меняю адрес. Обновляю страницу, а в окне предупреждения, нажав дополнительно, кликаю по данной ссылке. В веб-интерфейсе проверяю настройки, не изменились ли они. Как можно видеть, все в порядке, за исключением сетевого адреса. Поэтому в операционной системе подключаю теперь уже беспроводной сетевой принтер. Выполняю при этом те же действия, что и раньше. Завершив настройку, в варде попробую распечатать, например, имя своего канала. Нажав Ctrl плюс P, здесь выбираю свою HP и кликаю по клавише печать. Как видим, принтер запустился и распечатал задачу. Подводя итоги, хочу сказать, что используя апельсинку и развернув на ней сервер печати капс, я реализовал беспроводной принт сервер. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.